3 марта Netflix выпустил документальный фильм «Во имя Бога. Святое предательство». Документальный фильм разоблачает лидеров культов и самопровозглашенных пророков Южной Кореи и зверства, которые они совершали против своих последователей. В частности, фильм показал культ Джема Эс и его лидера Чон Мян Сока, который насиловал своих последователей. И на минуточку сам режиссер сказал, что трагические события, показанные в этом фильме, составляют лишь 10% от реальности. Он заявил, «Я знаю, что существуют разногласия по поводу сексуального содержания, но главное, что все сказанное – правда». Нам было трудно слушать материалы во время сбора свидетельств, потому что истории были настолько травмирующими. Тем не менее, мы должны были рассказать правду, и мы рассказали только то, что нужно было рассказать, что снизило уровень до 1 десятой реальности. Кроме того, родители участника Дон Кис Кё Нюна обвинили в том, что они являлись членами культа, а кафе, которым управляла семья Айдола, было связано с одной из местных церквей, перечисленных как принадлежащие культу Джем Эс. На волне популярности документального фильма в интернете начал распространяться список адресов, предположительно связанных с культом, и один из них привлек внимание тем, что это адрес кафе, которым управляют родители Кё Нюна. Вечером 7 марта Дон Кю Интертеймент, агентство Дон Кис официально отреагировало на эти сообщения. Они заявили следующее. Во-первых, мы хотели бы извиниться перед всеми, кто, должно быть, почувствовал дискомфорт из-за контента, размещенного сегодня в онлайн-сообществе. Участник Дон Кис Кё Нюн связался со своей семьей по поводу их бизнеса, который упоминался в социальных сетях и других интернет-сообществах. В результате было обнаружено, что до тех пор, пока Кё Нюну не дали наводок на информацию из этого фильма, его родители думали, что церковь, которую они посещали, была просто обычной церковью. Они никогда не испытывали на себе то, что было показано в фильме, и ничего не знали о том, что было показано в нем. Кё Нюн также пришел в ужас после просмотра фильма. Как только они узнали правду, они немедленно прекратили деятельность в этом бизнесе. После проверки всех аспектов, касающихся рассматриваемой организации, они одновременно покинули церковь. Мы также недвусмысленно сообщаем вам, что они не будут иметь никакого отношения к организации в будущем. Как человек, чья работа связана с получением большого количества любви, Кё Нюн глубоко извиняется за то, что не смог должным образом изучить вопрос, связанный с ним. Хотя невежество не является оправданием, у него никогда не было ни малейшего желания действовать в интересах рассматриваемой организации или защищать ее преступления. Поэтому мы просим вас воздержаться от чрезмерных предположений или упоминаний. Еще раз приносим свои извинения всем, кто почувствовал себя некомфортно из-за этого. И наше агентство также поддержит Кё Нюна, чтобы он смог стать артистом, который более тщательно выбирает свое окружение и все, что с ним связано. Картины Кё Нюна приобрели более темный смысл после того, как выяснилось, что его семья являлась частью GMS. Многие кей-поп-фанаты были шокированы, когда было подтверждено, что его родители были частью печально известного культа. Согласно заявлению агентства, Кё Нюн сказал, что его родители и он сам ничего не знали о том, что было показано в фильме, и разорвали все связи с этой религиозной организацией. В свете этой информации многие пользователи сети пересматривают некоторые картины, которые Кё Нюн нарисовал в прошлом, и задаются вопросом, действительно ли Айдол ничего не знал о религии своих родителей. В частности, корейские пользователи сети привлекли внимание к рисункам дерева, растущего на скале, которое Кё Нюн несколько раз представлял, и задались вопросом, был ли Айдол также членом религиозной организации. Дерево, растущее на скале, с картины Кё Нюна, очень похоже на то, которому поклоняются последовательные Джемээс, говоря, что это чудо Чон Нонсока. Кё Нюн однажды рассказал, «Моя мама посоветовала мне рисовать и уделять время самоанализу во время рисования. Я также показал другим участникам картину, которая имеет для меня большое значение. Это дерево, растущее из скалы». Пользователи сети отметили, что картина очень похожа на скалу, которая находится в родном городе Чон Нонсока, и которой поклоняется его секта. В эксклюзинном интервью Диспатч Кё Нюн признался, что в молодости был вовлечен в культ Джемэс из-за связи своей семьи с этой церковью. Диспатч провел серию интервью с Кё Нюном и его семьей. 8 и 10 марта они беседовали с ним, а 9 марта с его родителями. Диспатч отметили, что целью интервью было дать возможность Кё Нюну и его семье признаться в своих связях со скандальной сектой, поразмышлять о своем прошлом и извиниться, а не просто объяснить, что происходило ранее. Когда Диспатч прямо спросили Кё Нюна, какой именно церкви принадлежит он и его семья, Кё Нюн подтвердил, что это церковь Провиденс Джемэс. Да, церковь Провиденс, вот это. Я был частью церкви с тех пор, как был в утробе матери. В детстве я ходил туда, держась за руку матери. Я рада знать правду, хоть и поздно, но я беспокоюсь о своих родителях, особенно о маме. Она является последователем церкви уже более 20 лет. Я надеюсь, что она сможет преодолеть это. Мать Кё Нюна в прошлом посещала Пресвятырянскую церковь, но в 1994 году она познакомилась с церковью Джемэс. Тетя Кё Нюна наткнулась на Джемэс по дороге на работу, посетила культ, а затем рассказала о ней матери Кё Нюна, объяснив, что в церкви толково рассказывают Библию. Я ходил туда, куда ходила моя мама. Когда я был маленьким, мы ходили в дом моей тети. Моя семья и несколько старших соседей собирались там, чтобы поесть и поговорить, а потом мы все расходились по домам. Выходные обычно проходили так. Это та самая тетя пастор, которая упоминалась в прошлых ее интервью. Я слышал, что она изучала теологию и стала пастором. Сначала она проповедовала из дома. Я помню, что она ушла из нашего дома примерно в то время, когда я была в детском саду и основала церковь на третьем этаже небольшого здания. В феврале 2020 года тетя Кё Нюна открыла собственную церковь, пристроенную к кафе, которым управляет мать Кё Нюна. В интернете возникли подозрения относительно связи между кафе его матери и церковью его тетя. Кё Нюн объяснил, что он стал членом церкви, как он им стал и почему вышел из нее. Я узнала о проповедях из видеофильма. Моя тетя сказала, что Чон Мён Сок это тот, кто передает Слово Божье. Она сказала, что Джим Эс великий человек, который прочитал Библию более двух тысяч раз. Я тоже посмотрела фильм «Во имя Бога. Святое предательство». Там была часть, где он сказал «Я – Мессия». Когда я увидел эту сцену, я подумал, что он сошел с ума. Вы можете мне не поверить, но тогда я этого не понимал. Это может показаться жалким, но так оно и было. Я помню, как смотрел его видео. Прежде чем заявить о себе, как о Мессии, он забрасывал наживку, выстраивая основание или в течение двух-трех часов. И когда он наконец заявляет, что он Мессия, бесчисленное количество последователей ревет в ответ. Вот как вас втягивают в это. Это похоже на то, как если бы вас облили газом. Я не верил, что он Мессия. Даже моя тетя сказала мне, что он был кем-то хорошим в передаче слов Бога. Но это правда, что мне постепенно промывали мозги. В конце концов, я подумал, если уж сравнивать Джемея с кем-то, то не с Мессией ли? Поскольку диспатч продолжали выяснять подробности о методах промывания мозгов Джемея с разговор перешел на то, как мать Кенюна стала последовательницей культа. Я тоже не понимаю, как промывание мозгов подействовало на меня. Но если кто-то прямо скажет вам «Я Мессия, если ты окажешь мне сексуальные услуги и отправлю тебя на небеса», вы бы в это не поверили. Правда? Джеймс не подходит к этому так. Он кормит вас этим постепенно. Например, постоянно рассказывалось о том, какой Джеймс замечательный. Были свидетельства и истории от разных людей, окружающих Джемея с. Один человек даже распечатал медицинскую справку и показал мне, сказав, что ему сказали, что ему нужна операция, но ему стало лучше после того, как Джемея с помолился за него. Были постоянные свидетельства о том, что Джеймс исправил их проблемы. Вы можете спросить, как кто-то может в это поверить? Но на самом деле я не выбирал себе религию. Моя семья уже верила в нее. Так что у меня не было других религий, с которыми можно было бы сравнить. Но я думаю, что моя мама, возможно, стала более увлеченной за меня. Со мной кое-что случилось в начальной школе. Когда я учился во втором классе, у меня распухла голова. Я не мог ничего есть, и меня постоянно тошнило. Тогда несколько пасторов, это были связи моей тети, пришли ко мне и молились за меня. Через три дня после их прихода я пошел на операцию, и со мной все было в порядке. Моя мама увидела в этом действие Бога, и после этого стала гораздо больше верить в церковь Джемея. Говоря о том, что истории об исцелении реальны. Но я должен предположить, что это было состояние, которое со временем разрешилось бы. Время так сложилось. И все же это привело к слепой вере в религию. То же самое с ковидом. Вам становится лучше через пару дней после приема лекарства. Бог не заставляет вас выздороветь только потому, что какой-то пастор молится за вас. Теперь, когда я думаю об этом, это было так глупо. Затем Кио Нюн и диспатч перешли к теме Воль Мюндона. В Воль Мюндоне располагалась штаб-квартира церкви Провиденс, куда последователи Джемея приезжали из разных уголков мира, чтобы познакомиться с тем, что предлагает Джемея. Кио Нюн также рассказал о нарисованной им картине, которую он ранее демонстрировал в эфире, чем вызвало подозрения со стороны нитизена. Когда я учился в начальной школе, я три или четыре раза ездил в Воль Мюндон. Мои родители брали меня туда, говоря, что мы должны оставить хорошие воспоминания. Я помню, как ел вкусную еду, плавал, играл в футбол, варейбол и баскетбол. Сексуальная эксплуатация? Я понятия не имел, что такое бывает. Те из нас, кто приехал из сельской местности в Воль Мюндон, понятия не имели, что там происходит. Я видел Джемея в Воль Мюндоне, там была баскетбольная площадка. Джемея смолился на противоположном конце площадки, а затем бросал мяч. Все его броски попадали в корзину. Я подумал, что это такое? Как это возможно? Вау! Он действительно что-то другое. Перед ним также стояла дюжина вратарей, но он все равно забивал гол. На самом деле, вратари не блокировали Джемея. Но когда я был молодым, я увидел, как он проходит через всех них, и меня это зацепило. Я помню, как говорил своим друзьям, там есть кто-то настолько удивительный. По дороге в Воль Мюндон есть обрыв. Под обрывом протекал ручей. Однажды мама повела меня туда, чтобы показать мне его, и хотела показать мне кое-что еще. На вершине обрыва росло дерево. Это была незабываемая сцена. Я даже знал название валуна, который там находится. В церкви людей спрашивали, знают ли они его название. В любом случае, то, что я изобразил на картине, на самом деле чайка, а не орел. Конечно, в церкви орел имеет символическое значение. Есть групповая футболка, на которой изображен орел. Но я уже признаю, что я был частью церкви Providence. Так какая разница, что я буду врать о том, что это была за птица? Затем диспатч задали жесткий вопрос. Участвовал ли Кёнюн в делах церкви Providence? В церкви существовали различные группы, такие как хип-хоп, танцевальные, оркестровые и вокальные. Мне очень нравилось петь, и я хотел поучиться петь у кого-то, кто хорошо поет. Однако я не мог даже думать об этом из-за финансовых трудностей, которые испытывала моя семья. Тогда я подал заявление в вокальный клуб GMS. Это было примерно в девятом классе, когда я подал заявление в певческий клуб. Когда я прошел, я получил приглашение в групповой чат через Neverband. В чате задавались домашние задания. Помимо гимнов, там были и обычные песни, назначенные для практики. Это было похоже на то, как если бы я брал уроки пения онлайн. В девятом и десятом классах я активно занимался в клубе пения. Один или два раза в год проводились личные встречи. Никаких реальных выступлений не было. Казалось, что GMS использовал подростков и их интересы для просвещения других людей или миссионерской работы. Тогда я ни в чем не сомневался. Я просто думал, что это люди, которые преподают музыку. Кён Юн родился в Йон-Доке, небольшом уезде в провинции Северный Кён-Сан в восточном побережье Кореи. Все свое школьное образование он получил в Йон-Доке. Во время стажировки перед дебютом он ездил между Сеулом и родным городком. До периода стажировки он посещал церковь своей тете. Диспатч задал вопрос, почему Кён Юн посещал церковь, связанную с GMS, хотя GMS был арестован в 2008 году, когда ему было 8 лет, ну, Кён Юну, и освобожден из тюрьмы в 2018, когда Кён Юну было 18. В ответ на это он объяснил, что он никогда не упоминал GMS ни в обществе, ни в своей компании. С самого детства меня учили, что GMS был ложно обвинен в своих преступлениях. Вам объясняют множество причин, почему он на самом деле невиновен. Они в основном заставляют нас верить в эти причины. В конце концов, там всем промыли мозги, заставив думать, о, GMS преследовали так же, как и Иисуса. Тот же GMS, которого я видел на обольный андоним, не был похож на сексуального преступника. Это была моя ошибка, судить о нем, просто взглянув на него. Я лишь следовал тому, что говорили другие, не поддаваться влиянию окружающего зла. Я не думал, что он может быть человеком, способным на такие вещи. Мне так стыдно за себя. Когда я был молодым, надо мной издевались за то, что я веял в псевдорелигию. Я стал защитником, даже не осознавая этого. Поэтому, когда кто-то спрашивал о моей религии, я отвечал, что я христианин. Все равно мы все верили в Бога. Я никогда не упоминала GMS в своем агентстве, членам клуба или кому-либо еще. Клянусь, я никогда не пытался проповедовать свои убеждения, продвигая кумира. Самые близкие люди для меня это члены группы, наши фанаты. И я никогда не упоминала GMS ни с кем из них, ни разу. Если бы я это сделал, у меня не было бы никаких оснований оставаться в составе Don't Kiss. Я бы не смог показаться перед фанатами. После этого диспатч спросил, почему Кюнюн просто не ушел из церкви. В то время, как он объяснил свое решение, приведший его к этому моменту, он закончил свое интервью с диспатч, дав понять одно. Он больше не будет связан с GMS. В нашей церкви в Йондоке менее 10 людей. Все они для меня как родные. Верующие GMS, с которыми я познакомился, тоже были хорошими людьми. Они ходили в хорошую школу, имели хорошую работу и говорили приятные вещи. Они не были такими чудаками, как люди, показанные в сериале «Во имя Бога. Святое предательство». И мне кажется, что все они задаются одним и тем же вопросом. Мы так глубоко верим в Бога, так в чем проблема? Иметь веру – это не грех. Это GMS, и те, кто способствовал его преступлениям, используя имя Бога, должны быть наказаны. Они и есть преступники. Я видел комментарии, в которых мне говорили, чтобы я оставил Дон Кис и вернулся к GMS. Не то, чтобы я не понимал, как люди относятся ко мне, когда они обвиняют меня таким образом, но мне бы хотелось, чтобы все постарались помочь другим верующим в GMS проснуться и уйти. Это бесстыдная просьба, но я буду благодарен, если вы дадите нам шанс. Почему я не смог уйти из церкви тогда? Когда я пришел в себя, я понял, что учение GMS ничем не отличается от того, что проповедуют другие псевдорелигии. Но когда GMS говорил, что он мессия, я убеждал себя, что он просто сравнивает себя с мессией. Это была чистая трусость. Когда впервые разгорелись споры, я очень испугался. Я пытался оправдать себя, говоря, что я не знал. Действительно ли я не знал? Я не хотел, чтобы мою веру считали несправедливой и неправедной, поэтому я закрывал глаза на происходящее. Я закрыл свои уши и глаза, но сейчас я чувствую себя ужасно из-за боли жертв. Хорошо ли, что я сейчас не такой уж популярный айдол? Может быть, если бы я был более известен, то меня тоже можно было бы использовать в качестве миссионера для GMS. Это все ужасно, так что это все слишком поздно, но сейчас я разрываю связи с церковью. Больше никаких GMS. Кёнюн был не единственным человеком, у которого диспатч взяли интервью. Как я уже говорила, они также взяли интервью у его родителей. Большую часть ответа дала его мама, а отец вмешался лишь однажды. Она рассказала, как она вообще попала в GMS. Раньше я посещала Пресвятырианскую церковь, на их толкование Библии не оказал на меня никакого влияния. Жизнь была разочаровывающей. Затем моя младшая сестра поделилась со мной некоторыми доктринами GMS. Казалось, что в церкви проведения есть ответы на вопросы, которые не смогла дать моя предыдущая церковь. Я слышала истории о сериале «Во имя Бога» «Святое предательство» от окружающих меня людей. Однако, я верила в GMS более 20 лет. Я прожила свою жизнь, опьяненная его проповедями. Я боялась, что все, во что я верила, рухнет на меня. Так что нет, я еще не смотрела документальный фильм. Основываясь на этом ответе, следующим вопросом диспатч спросили родителей Кюнюна, являются ли они по-прежнему частью церкви GMS или нет. Кюнюн позвонил нам плача. Он сказал, что нас всех обманули. Честно говоря, я до сих пор в замешательстве. Но одно ясно, ни одна религия не стоит выше моего ребенка. Мой сын, мой главный приоритет. И я могу сделать для него все. А так же его отец сказал, что такого важного в религии. Уйти из церкви не проблема. Я могу сделать больше. В будущем я даже не буду врываться в пределы какой-либо веры, которую можно привязать к церкви. Я ни в коем случае не буду религиозным. Пожалуйста, поверьте мне. Затем тема перешла к кафе матери Кюнюна, которая подозревалась в попытке распространения идеологии GMS среди своих посетителей из-за его связи с церковью. В 20-м году моя младшая сестра основала новую церковь. Фонд GMS помог ей в этом. Мое кафе и ее церковь находятся в одном здании, но входы в них разные. Это так же неправда, что в церкви есть дверь изнутри кафе. Они вообще никак не связаны. Дефицит от управления нашими садами становился слишком большим. Поэтому я открыла кафе, чтобы зарабатывать на жизнь. Мы платим 200 тысяч вон, это примерно 150 долларов, в месяц за аренду. Выписка также была сделана вручную. Правда, мы старались подражать почерку GMS, при создании вывески. Все предметы интерьера кафе мы оформили сами. Так мы начали вести бизнес, имея всего три столика. Играли ли в кафе гимны GMS? Ну, раз или два в неделю к нам приходили фанаты Don't Kiss. Это заставило меня задуматься о том, насколько популярным становится мое детище. И я была очень благодарна. Но проповедовать этим людям, это было бы абсурдно. Это неправда. Я никогда не исполняла гимны в кафе. Я удивляюсь, почему порядочные люди должны говорить такую ложь. Моя сестра училась в семинарии при церкви и в итоге стала пастором, пройдя курсы. Сексуальные услуги? Это просто смешно. Здесь, в Яндоке, меньше десяти последователей. Моя семья и несколько пожилых соседей. Вот и все. В сельской местности такого быть не может. Мне слишком стыдно смотреть в глаза сыну. Он ни в чем не виноват. Это потому, что он родился не от тех родителей. И я очень сожалею об этом. Если бы у него не было такой матери, как я, ему бы не пришлось пройти через все это. Я надеюсь, что Кенюн сможет вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Мне очень жаль. Для тех, кто захочет посмотреть, я, по крайней мере, точно буду этот сериал, Чон Сон Хён, режиссер и продюсер документальных фильмов на NBC, рассказал о том, как проходило создание этого документального фильма. Во-первых, он рассказал, что идея снять этот документальный фильм возникла у него потому, что он знал многих людей, пострадавших от культов. С юности вокруг меня было много людей, ставших жертвами религиозных культов. И после того, как я начал снимать документальные фильмы, эта тема стала для меня почти как домашнее задание. После многих лет изучения и наблюдения за этими культами, он предложил компании Netflix снять о них документальный фильм. Первая сцена сериала это фрагмент интервью с Мэйпл, жертвой культа Кристиан Госпен Мишен, также известного, как Секта Джемес или Провиденс. В течение первых 10 минут серии зрители были шокированы ее признаниями в том, что она подвергалась к сексуальному насилию со стороны лидера Чон Мян Сока, а также голосовыми записями его нападений. Однако режиссер признал еще более шокирующую правду. Как я уже говорила, трагические события, показанные в этом фильме, составляют лишь 10% от реальности. Он рассказал, почему он добавил голосовую запись сексуального насилия в качестве первой сцены сериала. Несмотря на то, что зрители сочтут ее тревожной и тяжелой для прослушивания, он верил, что члены Джемес будут смотреть сериал возлюбопытства. И он хотел, чтобы первые 10 минут показали им все, что им нужно знать о культе, чтобы они поняли правду и задались вопросом, действительно ли он мессия. Освещая 4 культа в своем сериале, он сказал, что сосредоточился на событиях и религиях, которые нанесли серьезный ущерб человеческому достоинству и наиболее активно обращался к тем областям, о которых жертвы хотели рассказать и проинформировать других. Если у вас хватает нервов смотреть про секты, культы и прочее, могу посоветовать Дораму Спаси Меня. Но предупреждаю, она тяжелая. Я посмотрела ее единожды, пересматривать не буду никогда. Это, честно говоря, было жутковато. А также извиняюсь за сегодняшние помехи, за посторонние шумы, потому что рысак шибко быстро не успокоишь, они меня не спрашивают, шуметь им или нет. И то, что я немножечко сегодня трою и запинаюсь, я просто после работы, у меня реально не хватает времени, я очень много хочу вам рассказать, поэтому так. В общем, пишите, что думаете в комментариях по всей этой ситуации, но секта, это, конечно, очень страшно. А на этом пока что все. С вами была Мисс Райт, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Аньон! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok